Елена Иветта Лохматова тоже на тянущем грунте пишет да любят его она называет его тянучка судя по работам да но она пишет насколько я знаю на средне тянущем грунте эту тянучесть эту впитываемость масла в грунт можно регулировать количеством пва или например добавлением акрила акрилового грунта планируется ли с ней очередное интервью но вы же знаете елена у меня с планированием сложно встретимся сложится так обстоятельства я с ней с удовольствием поговорю лиза петерс вот то что вы мастер своего дела это очевидно спасибо лиза у вас есть способность продавать или вам помогает мастер по продажам если не секрет конечно в идеале художник пишет галерея продает оба заняты своим делом если такое случается ваша работа полюбил галерейщик я предлагаю с ним сотрудничать потому что все стороны будут при выгоде я мало об этом думаю считаю что качество работ продает сама себя работы должны продавать себя важно писать так чтобы за каждую работу просто не было стыдно и постоянно совершенствоваться предела нет это точно наше видение настолько быстро изменяется что едва успеваешь за ним и она изменилась я ставлю на мольберт работу и и перекраиваю такое происходит часто продавать это не ширпотреб это какое-то уникальное каждая работа уникальная вещь уникальное произведение искусства и моя задача показывать работы на сайт выкладываю их и кому интересно их покупают заходите на сайт посмотрите юзер d а что было в начале пятно или линер все понравилось легкость простота и мнимая многосложность спасибо большое речь о набросках и это не линер перо для каллиграфии 6 миллиметров шириной она делает узкую линию и широкую чернила там внутри ну а что в начале по разному бывает если сначала этим каллиграфическим пером проработать форму то даже если потом высохло все вы начинаете работать акварелью акварелью чернила же сами понимаете начинают вплывать в эти акварельные пятна нужно тогда это учитывать если сначала прокладывать акварелью нужно дождаться пока она высохнет если нет задачи что касание вот этого линера до этого пера опять начинают чернила расплываться если нет такой задачи чтобы она плыла да прям в эту акварель нужно приноровиться но это первое прям находка для меня совершенно волшебно юзер айди почему у меня получаются очень яркие картины как это исправить наверное вам они нравятся раз они получаются яркие но если вы вдруг захотели захотели это исправить попробуйте перейти на сдержанную палитру возьмите себе четыре краски не больше или вообще две краски черную и белую и попытайтесь поработать сначала в тоне а потом сделайте яркий акцент но один но два и может быть яркость его в пол силы вот тогда просто чтобы почувствовать разницу что вы и так можете но через сдержанную палитру можно прийти к удивительным результатам сдержанность всегда в почете может быть вы посоветуете как понизить яркость картин еще каким-то другим способом напишите татьяна верятина что спросить не знаю так как все знаю татьяна тогда напишите зачем вы сюда приходите в нашу палату хотя я не ставлю целью ну как-то поучать или рассказывать прям то что знаю это такой клуб общения по интересам так что можете не писать я замечал много раз что между знанием и умением лежит огромная дистанция и даже человек вот все знает по себе просто знаю но не всегда ты можешь это применить на практике написать николай чистилин сделал для себя вывод в живописи можно все знать и не уметь так что главное умение вот как раз в подтверждение моим словам что вы думаете друзьям и все таки сначала знания в первую очередь а потом умение умение должно на что-то опираться на знание но а чтобы оно произошло нужно много традиций много попортить холстов и бумаги елена тем кто пол жизни учился на художника и больше не умеет заработать другими способами думаю стоит поделить свое время и писать на продажу то что хочет зритель и один для себя что требует душа и на продажу взять другой псевдоним чтобы не позорить свое честное имя а творческие работы выдвигать на выставке и всячески расти в том направлении прекрасная идея спасибо лена мне кажется да разделить это все на две подписи и делать статистику со временем посмотреть кто победит кто больше продаст елизавета п какая прекрасная работа два тополя действительно нужно выбирать главное из всей красоты который нас окружает это очень непросто кстати по этой работе сделан урок в моей онлайн школе заходите вы можете его просмотреть проштудировать и написать нечто подобное друзья это 38 урок он написан на винограднике здесь в гурзуфе после того как работа была скомпонована идет процесс решения поиска решения в момент закладки отношений она возникает и я показываю как художник идет как он идет к реализации этого решения это очень интересный процесс и этот урок для тех кто любит дизайн в живописи кто любит экстраординарное выражение это не значит что вы будете также писать но просто этот толчок к тому чтобы вы искали свой способ новый способ выражения того что вы видите мотив может быть незамысловатый простой но найти уникальное яркое его выражение это очень большая задача и урок посвящен этому 38 урок два тополя дизайнерское решение друзья помогайте лайками моему каналу комментируйте задавайте вопросы предлагаю вам посмотреть 749 выпуск называется художник мыслит пятнами ну пока и и и Субтитры создавал DimaTorzok